Где-то месяц назад Министерство обороны Армении сообщило о создании на северо-восточном направлении газграницы с Азербайджаном карательного опорного пункта. Создание нового пограничного пункта выставлялось как некое достижение, якобы позволяющее армянской стороне контролировать все происходящее по другую сторону границы. После инцидента, имевшего место на Тавузском участке Азербайджана армянской государственной границы 12 июля, становится ясно, что вброс относительно карательного опорного пункта был сделан не случайно. В воскресенье в полдень вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в указанном направлении государственной границы, подвергнув обстрелу из артиллерийских установок азербайджанские позиции. Зная, что в оккупированном ею азербайджанском Карабахе ей ничего не светит, Армения решила совершить провокацию на армяно-азербайджанской границе, чтобы потом втянуть в свою провокацию ОДКБ, спрятавшись за ее спиной. Такую стратегию Армения давно вынашивает в своих мыслях. Так оно и случилось. Глава МИД Армении Заграб Мнациканян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Согласно информации, Мнациканян рассказал генсеку ОДКБ об обострении ситуации в Тавужском направлении. Глава МИД подчеркнул недопустимость подобных действий в отношении страны, члена ОДКБ. Поддерживается постоянная связь с генеральным секретарем ОДКБ. Продолжается работа в рамках организации, сообщила пресс-секретарь армянского МИД. Как видим, грязные планы Армении лежат на поверхности и предсказуемы. В результате армянской провокации обе стороны понесли потери. К сожалению, в этом бою азербайджанская армия потеряла двоих военнослужащих, пятеро получили ранения. Один военнослужащий, получивший ранения, также скончался. А сколько их потеряла Армения? Об этом в сообщениях Минобороны этой страны нет ни слова. Официальные комментарии полны бравурной риторики. Впрочем, ничего удивительного тут нет. Такая риторика армянского Министерства обороны, помнится, сопровождала и апрельские бои. Между тем, в соцсетях уже начинает поступать правда о случившемся в Тавузе. Как утверждают армянские пользователи соцсетей, оборонное ведомство, как всегда, скрывает истину и морочит голову гражданам Армении. Судя по некоторым комментариям, армянская сторона потеряла в бою более 30 солдат и 7 офицеров. Понятно, что цифры достаточно большие для боя, продолжавшегося всего несколько часов. И, конечно же, ведомство Додика Танаяна не возьмет на себя смелость их озвучить, если они действительно соответствуют истине. А почему им не соответствовать истине? После апрельских боев 2016 года армянская сторона так и не решилась произнести истинное число своих потерь, слишком уж они были велики. О чем сообщает сегодня армянская Минобороны? Рассказывает армянам сказки о том, как злобные азербайджанцы хотели, дескать, продвинуться, а храбрые армяне их отбросили и все такое. Куда продвинуться? На территорию Армении? Более глупой попытки оправдать собственные действия придумать было невозможно. Азербайджан не имеет никаких видов на территорию Республики Армения. О продвижении позиций можно говорить, когда речь идет о линии соприкосновения с оккупированным Карабахом. Там азербайджанская армия позиции продвигала и будет продвигать. Нагорный Карабах – международно признанная территория Азербайджана. Он имеет полное право очищать ее от оккупантов тем путем, каким посчитает нужным. Но на госгранице единственной задачей азербайджанской стороны является обеспечение безопасности и пресечение армянских диверсий и провокаций. Армения крайне заинтересована в дестабилизации именно на государственной границе. Если обратить внимание, в последнее время, можно сказать, за весь период правления Пашиняна – основным направлением армянских провокаций – является именно государственная граница. По глупости, нынешние власти Армении рассчитывают сделать то, что не удалось прежнему режиму – втянуть такие ОДКБ и в частности Россию в свою авантюру, или хотя бы вытянуть из них какие-то заявления, возможно, дополнительное вооружение. Вариантов много. Ведь в каком-то смысле партнеры по организации договора о коллективной безопасности вроде бы должны поддержать союзника в случае внешней угрозы. Вот армянская сторона и лезет из кожи, подставляя своих молодых парней под огонь, чтобы продемонстрировать, что эта внешняя угроза уже наступила. Вот же она, на востоке от солнечной Армении. Жертвы? Ну и что, грязная цель оправдывает кровавые средства. Ереван никогда не умел ценить человеческие жизни. В отличие от Армении, для достижения своих целей Азербайджану не нужны провокации, потому что правда и международное право полностью на его стороне.